Добрый вечер, в Украине 20.00, в эфире подробностей о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Билашева. Огненный процесс. Суд признал терактом нападение на редакцию подробностей. Охота на картошку. Кого нейтрализовали доблестные сотрудники нацполиции в Полтавской области? Кулачное право. Что стало причиной потасовки во Львовском суде? Квартирный вопрос. Премьер рассказал, грозит ли украинцам потеря недвижимости за долги по коммуналке. Больше месяца прошло со дня поджога нашей телестудии. За это время от МВД о ходе следствия ни слова. Мы не раз обращались туда с запросами, но лишь слышали отговорки о том, что расследование ведется. Напомню, в Главном управлении полиции Киева открыто производство по статьям хулиганство, умышленное повреждение имущества и препятствование журналистской деятельности. И вот сегодня в суде, куда обратился телеканал, наконец постановили. В нападении есть признаки террористического акта и обязали СБУ возбудить уголовное дело по статье теракт. По нашему мнению, действия, которые произошли на Щусево, подпадают под признаки состава преступления, террористический акт. И именно поэтому мы обращались в службу безопасности Украины, которая ведет досудебное следствие по этой категории дел, для того, чтобы она проводила свое расследование. Теперь, если СБУ будет нормально расследовать это дело, я думаю, что оно нормально установит и виновных, и привлечет их к ответственности в том, кто непосредственно исполнял это преступление. И в том числе привлечет к ответственности тех, кто готовил террористический акт, его организовывал, планировал, заказывал. В то же время имена заказчиков и исполнителей известны уже давно. Оппозиционеры провели собственное расследование и в результате назвали непосредственного организатора этого поджога, министра Авакова. И исполнителя, экс-советника и любимчика, главы МВД Илью Киву. Атаковали телеканал криминальный авторитет Алексей Капишинский и Вадим Мизера. Участвовал в поджоге и Алексей Середюк, активист партии «Братство» одиозного Дмитрия Корчинского. Все эти данные подтверждают и видеозаписи наших камер видеонаблюдения, и съемки сотрудников. Вот Илья Кива во время поджога, сейчас на ваших экранах вы можете увидеть, раздает указания людям в камуфляже. Вот активисты «Братства», а вот это Мизер возле Интера со своей охраной и его автосопровождение. В то же время статья хулиганства в деле о поджоге нашей студии не отменена, но от главы МВД, который в материалах оппозиционеров назван главным заказчиком, вряд ли стоит нам ждать результатов, так как как же дальше будет проводиться это следствие, и какие ведомства отвечают за его результаты. Юристы, которые представляют наши интересы в суде, комментируют это следующим образом. Там, где поджог и хулиганство, это может дальше себе спокойно расследовать полиция, а там, где состав террористический акт, должна расследовать служба безопасности Украины. По нашему мнению, логичным действием было бы со стороны Генеральной прокуратуры объединить все эти производства в рамках одного террористический акт, передать это все в последствия службы безопасности Украины. Ну, несмотря на то, что личности нападавших известны, они по-прежнему остаются на свободе, а радикалы, приближенные к руководству МВД, продолжают угрожать телеканалу новыми акциями. Мы же со своей стороны надеемся, что генпрокурор, которому, напомню, президент поручил лично контролировать ход этого дела, тоже приложит усилия к расследованию. Тем более, что и Совет Европы, и Госдеп США призвали украинские власти провести объективное следствие и наказать виновных. Ну, а пока сотрудники МВД продолжают активно светиться в коррупционных скандалах. В Николаеве начальник районного отделения полиции не просто систематически брал взятки, а практически занимался рэкетом. Сейчас там на месте находится мой коллега Кирилл Ющишин, он с нами на прямой связи. Кирилл, добрый вечер. Расскажи подробнее, какую коррупционную схему организовал этот сотрудник МВД. Наталья, добрый вечер. Служба внутренней безопасности несколько месяцев следила за начальником отдела полиции Николаевского района. По данным прокуратуры, Алексей Спиридонов взятки брал постоянно. Каждый месяц около 10 тысяч гривен. Платили сотрудники Николаевского депо, которые воровали топливо из локомотивов. Потом его продавали. Взамен Спиридонов обеспечивал крышу, не открывал уголовное производство. Взаимовыгодное сотрудничество закончилось, когда полицейскому принесли очередную плату. Всех участников группы задержали. Установлено, что в протяжении последних месяцев посадовец вымогал и получил деньги за неперешкоджение преступления группы, которые совершили крышу дизельного полива из локомотива депо Миколаева в Одесской залезнице. Кто сдал полицейского, в прокуратуре не говорят. Не раскрывают и подробности дела. Известно, что Спиридонов работал в милиции в уголовном розыске. Успешно прошел переаттестацию в новую полицию. Сейчас он в СИЗО. И максимум завтра суд должен избрать ему меру пресечения. Судить будут и сотрудников Укрзалезницы, которые наладили слив топлива. Ведь воровали его, скорее всего, сотнями литров. По предварительным данным, убытки оцениваются в десятки тысяч гривен. В самой Укрзалезнице ситуацию комментировать отказались. Наталья. Спасибо, Кирилл. Кирилл Ющишин был с нами на связи из Николаева. А вот пример работы патрульных полицейских. На этом видео полтавские копы задерживают пенсионера, торговавшего на улице картошкой. Сначала трое сотрудников полиции требуют от мужчины свернуть в торговлю. Потом решают отвезти его в отделение. Но тот пытается бежать. Полицейские догоняют его и скручивают посыловую мужчину, как самого опасного преступника. Инцидент сняли очевидцы. Они же выложили эти кадры в сеть. Посмотрите фрагмент этого ролика. Что вы делаете? Вы нормальны? Что вы делаете? Вы нормальны? Что вы делаете? На официальном сайте полиции Полтавы уже публиковали заявление. Сообщают, что патрульные дважды прибывали по вызову прохожих, которым мешала стихийная торговля во дворе. Обещают провести служебную проверку и обнародовать выводы. Превысили ли патрульные свои полномочия? Во Львове сегодня решают вопрос о продлении меры пресечения подозреваемых в терроризме. На скамье подсудимых четыре бывших бойца добровольческого батальона ООН. Сегодня местные активисты пытались отбить их у полиции. Все подробности узнаем у Галины Якушко. Галецкий райсуд Львова должен решить, оставлять ли под стражей добробатовцев. Они подозреваются в подготовке террористического акта. 8 августа СБУ провела операцию по задержанию преступной группы, члены которой готовили подрыв железнодорожного полотна на трех участках. При задержании одного из бойцов, который закладывал взрывчатку на мосту возле села Дубляны, произошла перестрелка. Пуля зацепила одного из СБУшников, был ранен и террорист. Его подельники, еще три человека, тоже задержаны. Еще один скрывается от следствия. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. Сегодня с утра у здания суда собрались несколько десятков активистов, в том числе и члены Добробата. Заседание закрытое, зал охраняют правоохранители. Это не понравилось активистам. Началась потасовка. После того, как участники акции выбили дверь в зал, кто-то применил слезоточивый газ. Активисты отступили, пострадавших нет, сообщили в полиции. Активисты, которые устроили погром в суде, заявляют, это не уверены в невинности подозреваемых. И силовики просто подставили бойцов Добробата. Он просто переходил дорогу, ему дали прикладом в потилицу и затримали. После этого звинуватого, что его затримали при подготовке или даже в выполнении террористического акта. В этот час, когда, например, негидник выходил из дома, я с ним говорила по телефону. Я с ним говорила, я слышала просто шум, халас. Я не понимала, что случилось. После переговоров активистов с полицией уже ближе к вечеру в зал суда допустили родственников подозреваемых и журналистов. Остальные остались в коридоре. На стенах развесили плакаты с требованием освободить добробатовцев и приготовились к тому, что ждать решения судей придется не один час. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов. С нами на связи сейчас Галина Якушко, наш спецкор во Львове. Галя, добрый вечер. Что сейчас происходит в суде? Судьи уже вынесли вердикт? Тебе что-то известно? Добрый вечер, Наталья. Обстановка в суде была нервозной, но новых потасовок не произошло. Первым слушали дело Романа Витинского. Подозреваемого в зал суда завели в наручниках. Роману изменили квалификацию преступления. Теперь он обвиняется не в терроризме, а в незаконном обращении с оружием, за что грозит уже не 12 лет тюрьмы, а 3 года. Свою вину отрицает. Обвинение настаивает оставить Витинского под стражей. Прокурор говорит, у парня ни семьи, ни детей, и он может попытаться скрыться от следствия. Суд пробыл в совещательной комнате буквально 5 минут и тут же вынес решение. Романа Витинского выпускает из СИЗО. До 5 декабря он должен пробыть под домашним арестом. Еще 3 арестованным, Андрею Макаришину, Роману, Парамощуку и Василию Шпику, суд продлил в качестве меры пресечения содержания под стражей. Все они обвиняются в терроризме. Хотела бы добавить, в данный момент в прокуратуре не говорят, кто именно из подозреваемых стрелял и ранил сотрудника СБУ. Ссылаются на тайну следствия. Наташа. Спасибо, Галина. С нами на связи из Львова была Галина Якушко. Буксующая Фемиденова, назначенный судья по делу бриллиантовых прокуроров, прямо в начале заседания взял самоотвод. Пришлось выбирать нового. В чем причины такого решения и где набрать судей на всех прокуроров? Разбиралась Ольга Теребинская. Заседание по делу бриллиантовых прокуроров начинается с необычной новости. Судья Наталья Дроздова ушла в отставку и назначили нового, Илариона Рубика. Но тот сразу же заявляет самоотвод. Причина – работал в прокуратуре с одним из обвиняемых, Александром Корнейцом. Все стороны с таким решением согласились. Я думаю, что этот решение правильный, оскільки в случае, если бы это стало известно после вынесения вырока, оправдувального вырока, то это было бы подставкой для его скасования. Судей отвод также удовлетворили. Опять объявили перерыв, чтобы система выбрала нового. Но вот проблема. Судей критически мало. Сейчас в Голосеевском районном суде города Киева работает вместо 26 судей 12 судей. Из них 5 криминалистов, в том числе я. Так 5 всего. Один отводленный. У нас остается четверо судей. И сейчас проведение Голосеевского районного суда около тысячи криминальных проведений. Судью выбрали. Но сегодня Александр Бойко вполне ожидаемо рассматривает другое дело. Заседание перенесли. Но вот придерживаются ли такого мнения остальные защитники и продолжат ли слушание, станет известно 12 октября. Иначе рассматривать дело начнут сначала. Напомню, Корнейца и Шапакина обвиняют в вымогательстве взятки в особо крупных размерах. В деле также фигурирует их пособник, некий Валерий Гибаленко. При обысках в кабинетах экс-прокуроров изъяли около полумиллиона долларов, драгоценности и ценные бумаги. У Корнейца дома также нашли 35 пакетов с бриллиантами. Ольга Теребинская, Игорь Сюли. Подробности телеканал Интер. Прокуратура и СБУ проводят обыски в офисе Ивано-Франковского областного отделения фонда госимущества. Напомню, вчера руководители отделения задержали по подозрению в вымогательстве взятки в размере 150 тысяч долларов. Сегодня на брифинге стали известны подробности. Операция эта проходила в одном из парков города, где посредник должен был вручить чиновнику 20 тысяч долларов предоплаты. Руководитель фонда предложил киевскому предпринимателю занизить стоимость Коломейской бумажной фабрики, которую выставили на аукцион. Изначально это госпредприятие планировали продать за 13 миллионов, но в результате этого договорника предприниматель купил бы эту фабрику за 5 миллионов, а чиновник получил бы свои 150 тысяч долларов отката. Правоохранители подозревают, что это не единичный случай в практике руководителя регионального отделения фонда. была расписана детальная схема, пошагово, как это будет все отбываться, каким образом это будет отбываться, когда и какие деньги должны надойти от предпринимателей в качестве неправомерной выгоды. Данные материалы подальше были скированы до органов прокуратуры для регистрации и проведения. А в Сумах на взятки поймали сразу троих сотрудников управления юстиции. Чтобы задержать их, оперативникам пришлось устроить настоящую погоню по улицам этого города, а затем разбить лобовое стекло автомобиля, поскольку подозреваемые закрылись в машине и отказывались выходить. Задержаны двое руководителей структурных подразделений управления юстиции и их водитель, который участвовал в незаконной схеме в качестве посредника. Чиновникам грозит до 10 лет тюрьмы. В настоящий момент их отстранили от исполнения обязанностей. Закрылися в автомобиле, не открывали его и таким образом перешкоджали правоохоронцам выполнять их обязанности. Злоумисники вымогали 50 тысяч гривен от местного жителя за передачу автомобиля, который он покупал на электронных торгах и сплатил все необходимые платежи. Коррупциогенным назвал профильный комитет Рады законопроект об изменении системы электронного декларирования авторства Татьяны Донец, это нардеп от Народного фронта. В ее предложениях усмотрели коррупционные риски и будут рекомендовать парламентариям отклонить документ. Напомню, Донец внесла свой законопроект сразу после запуска многострадальной системы е-декларирования. Она предлагала не публиковать саму декларацию чиновников и подавать только информацию о ее наличии и об общем доходе за год. Самостоятельно вносить данные об имуществе, по ее мнению, тоже необязательно, если они есть в реестрах. Эксперты сразу заподозрили, что это лазейка для нечистых на руку чиновников, а в случае указания ложных данных они всегда смогут сослаться на ошибку в реестрах и избежать уголовной ответственности. Родина получила подтягнутую информацию из реестра, увидела, проверила, правильно ли она или неправильно, полно или неправильно, потом она ее дополнила. По чинному законодательству представьте свой цифровый электронный подпис под данными, которые вы носите. И вы, как властник майна, точно знаете, какое майно у вас есть. Або, осознанно, его приховываете. И, соответственно, если у вас сумма приховывания меньше, чем криминальная криминальность, то это административная криминальность, а если больше, это криминальная. Все эти инновации, которые вырубируете, полностью руйнуются механизм. И еще один многострадальный проект – Налоговый кодекс. Сегодня Кабмин одобрил изменения в документ. Теперь дело за парламентом. Напомню, над правками мучаются уже давно. И вот теперь, как утверждают в правительстве, новая версия поможет побороть коррупцию и упростит жизнь бизнесу. Что именно хотят изменить, разбирался Алексей Пшемызкий. Налоговые льготы, прозрачные схемы возврата НДС и новая система консультаций, как заверил премьер, новый налоговый кодекс революционным не станет, но зато будет работать. А главное – поможет побороть коррупцию. Он является податковым кодексом, антикоррупционным, где будут ликвидированы податковые ямы, где будут ликвидированы все тюниевые схемы, большинство этих, что до выведения из облига безотекового коштей. Правки разрабатывали вместе с экспертами, экономистами и самими бизнесменами. Одно из главных новшеств – реформа возврата НДС. Мы запроваджуем единый реестр и все будут на равных условиях. Это первое. Другое – мы автоматизируем процессы отшкодования ПДВ. Он должен происходить без какого-то людского фактора. Это первый проект от Вінфіну за последние 10 лет, который несет для бизнеса с прощением и ликвидирует коррупцию. Реально ликвидирует возможности для податковцев зложиваться. Это относится как большого бизнеса, так и маленького бизнеса. У малого бизнеса будет меньше проверок, частники получат налоговые каникулы на 5 лет, а налоговую милицию и вовсе ликвидируют, заменив невоенизированной службой финансовых расследований. Бизнес достаточно часто жаляется, что инспектор приходит и пишет из стелли, из космоса какие-то речи в акт переверки, потом донораховывают величезные штрафы и потом это коррегируется. Змены до законопроекта вырешат большинство сумнительных вопросов. И уменьшается ставка податков. Фактически там есть де-факто податковая пильга. На первые несколько лет податков таких не будет. По словам премьера, новые изменения в перспективе могут ускорить и рост экономики, в том числе и за счет иностранных инвестиций. Многие иностранные предприятия, которые работают в белую, они, собственно, были основными объектами атаки налоговых органов. Для них как раз послабления или же изменения будут ощутимы в первую очередь. Он, с одной стороны, не меняет ставки налогов, скорее устраняет неточности в качестве администрирования. Мы надеемся, что действительно в парламенте данный законопроект не будет сильно испорчен, а наоборот будет просто доработан. Налоговые изменения окажутся в парламенте уже в ближайшее время. Эксперты не исключают, что голосовать за законопроект парламент может уже в ноябре. Но вот в каком виде, разработанное Минфином, реформы попадут в уже финальный законопроект и не погрузнут ли под весом популизма, будет зависеть уже от нардепов. Алексей Пшимыск, Ирина Романова, Валентин Белич. Подробности телеканал Интер. Изменения в налоговый кодекс это одно из требований МВФ. Еще одно это продажа земель сельхозназначения. Дискуссию вокруг земельного пункта меморандума фонда прокомментировал сегодня премьер. Гройсман предподчеркнул, что продавать будут, но только после широкого обсуждения моделей такого рынка и выбора наиболее эффективной. Об этом он сегодня заявил на заседании правительства. Успокоил глава правительства и тех, кто боится, что за долги по коммуналке могут отобрать квартиру. Ну а в парламенте сегодня ни о долгах, ни о расплате не говорили. Как ни говорили ни о тарифах, ни о бюджете. Среда, как повелось, у депутатов день короткий и повестку по этому поводу берегут. Спорных документов стараются не ставить. Чем же занимались сегодня народные избранники? Узнаем у Екатерины Лысенко. Карикатуристам и пародистам парламент сегодня облегчил жизнь. Теперь им можно использовать художественные произведения, высмеивая что угодно и кого угодно, в том числе и политиков. По части посмеяться, нардепы были единодушны. Впрочем, не вызвали разногласий и серьезные политические заявления. Иностранные парламенты Рада призвала осудить запрет Меджелиса Российской Федерации. Никаких диалогов с Российской Федерацией не эффективны. 29 вересня Верховный суд Российской Федерации отхилил апелляцию и таким образом Меджелис крымско-татарского народа теперь в России считается организацией экстремистской и его деятельность оборонена. Сразу после этого пошли репрессии. Мы должны осуществить, что происходит реализация российской стратегии на снижение крымско-татарского народа. 248 депутатов поддержали постановление почти столько же и еще один документ призыв к мировому сообществу признать незаконным задержание в России украинского журналиста. Роман Сущенко журналист с багаторичным опытом проработает последние годы собственным корреспондентом Украинформы в Париже. Его затримали за надуманными звенувачениями и скоро будут выкрадать так всех журналистов украинских. Мы вымагаем жесткой однозначной реакции света. На завтра в Раде готовят еще одно политическое голосование об введении визового режима с Россией. Этот законопроект был зарегистрирован еще в феврале 2015-го, но только сейчас его решили достать из-под сутна. Там есть очень простая идея обратиться к комитету министров с рекомендацией скасовать действие угод о безвизовый режим с Российской Федерации. Проект документа даже прошел профильный комитет еще в марте. Тогда, несмотря на опасения украинского МИДа, депутаты все же рекомендовали залу поддержать закон. Осталось найти голоса. Когда не будет достаточно голосов, это, я считаю, для репутации и государства, и парламенту достаточно рискованная справа. Думаю, что триваются перемоги. Если парламент голосует за, он фактически рекомендацию уряду начать процесс подготовки до введения визового режима. И там будет несколько этапов, потому что нужно понять, как на базе генконсульских установ, которые в России, как будет этот процесс тут, обеспечения людьми, которые будут выдавать. Это непростая процедура. Сколько это будет с бюджетом? Позиции фракции по этому поводу разные. Даже в самой большой блоке Порошенко пока единого решения нет. Я не вижу, как визы могут допомогать сдавать Россию. Нашего коллеги-журналиста Сущенко затримали в тот момент, когда никаких виз не было. А позиция же поддерживать постановление не намерена. А в малых фракциях хоть и не против виз хотят понимания, как все это будет работать. Если будет внесен законопроект по визовому режиму Российской Федерації, мы будем голосовать против, потому что мы считаем, что это сутки погибает условия работы двух миллионов заработков, которые сейчас в Российской Федерации, которые не имеют работы здесь, которых сегодняшняя влада выставила за кордоны страны. Нам нужно, чтобы сюда прибыл министр закордонных справ, чтобы он разъяснил, как МЗС видит внешнюю политическую стратегию. К слову, украинский МИД уже выразил свою позицию. Павел Климкин, глава ведомства, сегодня на заседании правительства сказал, нужно как минимум взвесить все риски введения виз. Мол, Россия будет всячески пытаться обойти новые правила и предлагать новые формы гражданства. Потому, если парламенту принимать решение, то нужен не просто политический жест, а реальный инструмент. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, Сергей Коваль. Подробности телеканал Интер. Пока парламентарии решают, как воздействовать на Россию при помощи ВИЗ, адвокат арестованного Романа Соченко просит оказать ему реальную помощь. На своей странице в Фейсбуке Марк Фегин разместил реквизиты для денежных переводов журналисту Украинформа. Он также просит об организации продуктовых передач в СИЗО. Добиться сегодня так и не пустили. Пообщаться с Романом лично Фегин смог только вчера. Безыспешными остаются и попытки украинских дипломатов встретиться в следственном изоляторе с Романом. По версии защиты таким образом ФСБ добивается признательных показаний. Однако наш коллега их давать на отрез отказался. Посольство также обратилось на адрес повноваженного дела РФ с требованием негативно допустить консул до увязанного. Мы обоживаем этих заходов с помощью датки необходимой помощи нашему гражданину Роману Сущенку. Пока российские уполномоченные по правам человека Татьяна Маскалькова в прошлом к слову сотрудник МВД на просьбу украинских дипломатов никак не отреагировала. Германия требует от Москвы предоставить доказательства виновности украинца Романа Сущенко, если таковые имеются. Об этом журналистам сказал спикер немецкого МИДа Мартин Шефер. Он подчеркнул, что в Берлине пристально следят за делом и призывают соблюдать свободу прессы. На фронте действующая армия пополняется контрактниками. Большинство из них уже имеют опыт боевых действий на Донбассе. Как себя чувствуют те, кто сознательно выбрал эту профессию? Подробнее Геннадий Вивденко. Шестая волна мобилизации уходит. Быть может еще несколько дней либо недель и действующую армию покинут опытные бойцы, но на смену им приходят контрактники. Отлично. Эти ребята подписали контракт. Сейчас кто-то учится стрелять, а кто-то вспоминает боевые опыты, навыки. У нас очень много ребят, которые были еще со мной в третьей волне. Пошли в станицу Луганскую, в Авдеевку, вернулись после Дембеля. В третьей волне они были уволены. Сейчас вернулись обратно в службу. По информации Генштаба, парни из шестой волны уедут домой до конца октября. В действующих на фронте бригадах планируют полностью заменить мобилизированных на контрактников. Опытным бойцам достаточно двух недель, чтобы вспомнить, как воевать. Был мобилизованный в 2014 году, вернулся домой, год был дома, потом решил подписать контракт. Пока подписал на пол, на пивруку, дальше буду смотреть и возможно буду продлевать. Механик-водитель с позывным «Князь» участвовал не в одном бою. Сейчас отрабатывает стрельбу из противотанкового гранатомета. Опытный боец не хвастается. Можно про себя рассказать, что воевал, там танки грыз как барбарис. Уволился с этой же бригады и опять же пошел сюда полгода на контракт. Анне из Павлограда только 20. На передовой вот уже целый месяц. Говорит, после решения подписать военный контракт мама дочь не ругала. Надо родину защищать, без медиков на войне никуда. Поэтому так вот как-то. А как родители? Родители все не против, все говорят молодец боец, мы за тебя. Закончила только медучилище и сразу потом. По данным Минобороны с начала года ряды контрактников пополнили 53 тысячи воинов. В целом же их уже более 100 тысяч. Это бойцы, которые умеют воевать и заботятся друг о друге. Шоколадка. Ребята подкармливают? Ребята да, сладостями. Не без этого. Геннадий Вивданко Вадим Ревун Руслан Терентьев подробности телеканал Интер из Донецкой области. В Минске завершилась встреча трехсторонней группы. Ключевой вопрос нарушения режима тишины со стороны боевиков. Международные наблюдатели подтверждают обстрелы со стороны наемников и на пилотных объектах, где ранее договорились войска отвезти. Также Киев потребовал от представителей Ордло предоставить корректный список для обмена на украинских заложников. Представители Украины в трехсторонней контактной группе настаивают, что 57 украинцев точно находятся в плену, хотя боевики говорят только о 45. В свою очередь в Ордло признали, что в их списке из 600 имен есть те, кто не имеет отношения к конфликтам на Донбассе и не подпадает под амнистию. Отдельно участники встречи обсудили и вопрос детей, которых незаконно удерживают боевики. Украина также высказала решительный протест против нарушения прав детей, которые происходят в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Речь идет о судьбе семерных подростков, которые в первой половине сентября оказались в заложниках на неподконтрольной сцене части Донбасса. И всего несколько часов назад стало известно имя явного фаворита на выборах генсека ООН. Это бывший премьер Португалии Антонио Гутереш. Его кандидатуру поддержали все пять стран, имеющих право вето в совбезе ООН. Помимо Гутереша на пост генсека ООН также претендовали бывший президент Словении, главы внешнеполитических ведомств Аргентины и Словакии, а также гендиректор ЮНЕСКО. Официальное голосование состоится завтра утром. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. Мал капитал да дорог. Каким уставным фондом должна располагать компания, чтобы победить в гостендере? Харьковский детектив, что известно о деятельности экс-депутата, чье тело нашли в Харькове. Провластный госбюджет 2017 лишает украинцев возможности образования. Об этом завела лидер фракции Будьковщина во время форума работников среднего образования в Белой Церкви. Сюда Юлию Тимошенко пригласили учителя школ со всей Киевской области, чтобы поговорить о том, как выжить в условиях тотального недофинансирования. По итогам форума Тимошенко раскритиковала сокращение сельских школ и систему децентрализации, которая переложила социальные расходы на местные общины. Тильки за последний час закрита 2 тысячи шкіл и извольнено 65 тысяч вчителям. Это по краю. Это трагичные цифры. В бюджете на 2017 рік закладено всего для вчителев 36% от прожиткового минимума их минимальная заработная плата. В следующем году будет недофинансирована освещенная в целом по краю в валютном обчислене в 2,6 разы. На начале 2014 на освещение выделяется 13,2 миллиарда долларов. А в проекте на 2017 рік выделяется только 5 миллиардов долларов. В Одессе суд сегодня снова избирал меру пресечения руководителю местной ячейки оппозиционного блока. Напомню, ранее Александр Орлов уже вышел на свободу. А теперь прокуратура добивается его повторного ареста. Какое решение в итоге приняли узнаем от наших корреспондентов. Оппозиционера Александра Орлова прокуратура подозревает в организации массовых беспорядков 19 февраля 2014 года в Одессе, когда он был вице-губернатором области. На днях апелляционный суд отказался повторно взять Орлова под стражу и после вынесения залога он все это время находился на свободе. Но прокуратура пошла дальше. Объявила о подозрении проведению митинга с применением насилия и просит об аресте. Сам Орлов свою причастность к разгону митинга категорически отрицает. Ранее политик не раз заявлял у всего происходящего политическая подоплека. Истинная цель попыток заключить его под стражу выбить показания против других людей. Доказательство вины Орлова прокуратура строит в частности на показаниях свидетелей. Один из основных тогдашний его коллега по обл. администрации Сергей Калинчук. Орлов якобы по телефону просил Калинчука разместить тетушек в одесских санаториях. Сегодня политик попросил судью вызвать и выслушать этого свидетеля. Потому что уверен тот его оговорил. Из тех свидетелей которые перечислило обвинение только один Калинчук прямую показал что якобы я ему звонил по поводу размещения каких-то людей. В итоге следственный судья Виктор Попревич удовлетворил это ходатайство и объявил перерыв до пятницы. Именно в этот день намерены заслушать свидетельские показания Сергея Калинчука. Оксана Григорьева Леонид Аборин подробности телеканал Интер Одесса. Второй день бунтует село Лукашевка в Харьковской области. Люди заблокировали комбайнами контору местного сельхозпредприятия и требуют справедливого расследования смерти их односельчанина депутата райсовета Романа Шиена. Его тело нашли в понедельник с огнестрельным ранением. В полиции сразу заявили о том что это самоубийство. В подробностях разбиралась Светлана Шекера. Роман Шиен перестал отвечать на телефонные звонки около 9 вечера в воскресенье. В 11 утра в понедельник его тело нашли на околице села Лукашевка возле заброшенного вагончика. Рядом охотничье ружье. В полиции сразу же озвучили основную версию самоубийства. При огляді трупа потерпела, что она была встановлена, что у него одне тільки телесное ушкоджение у вигляді вагонопального поранення в області горної клітини зліва. На лівій руці малися нашарування темної речовини, що може свідчити про те, що це це порохіві гази і він в момент пострілу отримував рукою рушницю. Роман Шиян приїхав в Лукашевку сразу же после інститута 20 років назад. Начинав зоотехніком. Дослужився доуправляючого місцемським сельхозпредприятием. Стал депутатом райсовета. О гибели Шияна в селе узнали мгновенно. Люди остановили всю техніку і заблокировали контору предприятия. Требують справедливого расследовання. Переговори з полицией ни к чему не привели. Селяне уверены, Шияна убили. За то, що последні полгода судився с місцемським сельхозпредприятием. Хотів доказати, що тремя тисячами гектаров должны распоряжаться люди, а не хозяйство, которое 20 лет назад получило акт на землю якобы с нарушеннями. Сегодня с Романом Шияном прощалось все село. Когда выносили тело, люди опустились на колени. А вот управляющие и бухгалтеры хозяйства сбежали подальше от народного гнева. Бросили даже ключи в открытых дверях. Так что пообщаться с руководством предприятия нам так и не удалось. Светлана Шикера, Александр Яновский подробности телеканал Интер Харьковская область. Кто заставлял бывшего главу госслужбы чрезвычайных ситуаций Сергея Бачковского покупать за бюджетные деньги черниговские пожарные машины? Почему эти люди до сих пор не допрошены к ГПУ и НАБУ? Нардеп Сергей Каплин на своей странице в фейсбуке опубликовал копию протокола допроса чиновника, в котором тот называет имена этих людей. Как следует из документа, два года назад ГСЧС выделили из бюджета 200 миллионов гривен на закупку техники. Эти деньги Бачковскому настоятельно рекомендовали пустить на прилудское предприятие пожмашина. Его руководитель, по словам Бачковского, предлагал ему откат в размере 10% от этой суммы. Но Бачковский якобы согласия не дал. Тогда против него сфабриковали обвинения, а позднее на заседании Кабмина Яценюка задержали. У меня на странице в фейсбуке есть чистая официальная копия допроса, протокола допроса Бачковского, где он четко указывает, что Яценюк требовал от него взятку за продвижение пожмашин, компании пожмашин, Олега Ляшка. Есть свидетели и в скором времени мы сможем привезти в Киев человека, который присутствовал при этом разговоре. Я знаю также, что в сейфе из сейфа Бачковского были выкрадены документы, которые впоследствии о вакууме представляют как свидетельство или вещественное доказательство преступлений, якобы существующих преступлений Бачковского. И очередная тендерная история. Конкурс на строительство школы в одном из сел на Полесье выиграла фирма с уставным капиталом в 4,5 тысячи гривен. При этом снизила цену на свои услуги на 30 миллионов. Что это, благотворительность или игры с бюджетом? Выясняла Инна Белецкая. Степангород, Полесьское село, здесь много пилорам и старателей. Люди верующие, протестанты, поэтому детей тоже много. Школа старая, перекрытия на крыше ветхие. Люди решили нечего ждать, пока местные власти найдут деньги на новую школу и пошли проверенным путем. Не пустили детей на учебу и перекрыли трассу. На уступки селяне не идут. Объяснение чиновника, то, что ситуация у них не самая плохая, не слышат. Тогда людям объявляют. Стоимость проекта свыше 90 миллионов гривен. Тендер среди строительных компаний через систему Прозора уже провели. Победитель определился. Вот только людям не говорят, что торгуясь с тремя другими фирмами, стиль декор ради победы снизила цену аж на 30 миллионов. Если мы сегодня домовим 52 миллиона, они должны нам полностью сделать весь комплекс работ. Всю школу. При вартости работе 90 миллионов? Да. А как такая разница? Может быть, 40 миллионов? Ну, будет задавать тендерный комитет. На то, чтобы узнать у тендерного комитета, как построить школу за 52 миллиона при необходимых 90, у нас ушло три дня. В комментарии нам отказали. Официально. Мы так и не смогли узнать, надежно ли отдавать реализацию крупного проекта фирме с составным капиталом 4,5 тысячи гривен. Свое мнение высказали активисты, которые пытаются контролировать тендерные процессы. Фирма, которая выиграла, не имеет собственного обладания. Не знаю, что имеет своих работников. Очевидно, будут выполнять другие подрядники, а она просто для участия в тендерах. Фирма «Стиль декор» зарегистрирована в центре города. Кроме нее еще целый ряд компаний. По документам все они должны уместиться в двух офисах. За металлической дверью, судя по табличке, приемная одного из местных депутатов. При нас людей пускали. Нам дверь не открыли. Самое правильное было бы сделать это отменить полностью этот тендер. Мы бы ее отменили, вы бы видели, что делают люди, перекрывают трассы, не пускают детей в школу. Уже сегодня в Степангороде должна появиться техника. В департаменте строительства не сомневается, в этом году фирма сможет использовать выделенные полтора миллиона гривен. А вот построить школу за 52 миллиона нет. Нужно так и делать. Этим фирмам, которые демпингуют, давать все деньги полностью и требовать из них выполнение полное. Как они видят, что всех денег нет. И у нас всего полтора миллиона, поэтому они так и демпингуют. Руководители фирмы тоже знают, что получить всю сумму сразу, а вместе с ней и обязательства нереально. И с этим ничего не поделаешь. Такое законодательство позволяет и демпинг, и риски. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер. В ближайшее время Украина может столкнуться с серьезными межконфессиональными противоречиями. Об этом заявляют и политики, и священнослужители Украинской Православной Церкви. Причина их опасения и спорный законопроект, который завтра должна рассмотреть Верховная Рада. В нем общинам дают право самим определять путем голосования, какой конфессии будет принадлежать их церковь. А это может привести, опять же, по мнению политиков, к узаконенным рейдерским захватам храмов, в том числе и Украинской Православной Церкви. И уже говорят, что мы члены этой громады. Мы собираем собрание, голосуем так, как нам хочется, какой церкви должен этот приход принадлежать, и вносим изменения в Устав. А власть, местная власть, тоже будет вносить изменения в Устав, и церкви будут захватываться. Все, верующие люди будут против этого. Цей законопроект рискует внести великие проблемы в религийное средство Украины. Фактически может начаться новый виток межрелигийных и межконфессиональных конфликтов. Межконфессиональные конфликты с драками и стычками в истории Украины уже случались. Все началось в 90-х с раскола УПЦ и отсоединения от нее Киевского Патриархата. С различной интенсивностью противостояния рейдерским захватам храмов УПЦ продолжалось и в последующие годы. Один из последних подобных конфликтов произошел в конце 15-го в Ривненской области. Тогда вокруг одного из местных храмов разгорелись нешуточные страсти и все это закончилось столкновениями между прихожанами. Разговор, в котором часто упоминали Украину. В Соединенных Штатах этой ночью прошли дебаты между кандидатами в вице-президенты. Кто в них победил и какие заявления сделали относительно нашей страны, мой коллега Дмитрий Анопченко следил за этими дебатами. Он в Вашингтоне, от него узнаем все подробности. Все здесь ждали. Этот разговор будет куда менее эмоциональным, чем недавняя дуэль Трампа и Хиллари. Мол, оба участника профессиональной политики, у обоих отличная школа в Конгрессе, но не получилось. Первые четверть часа говорили все время втроем. Ведущая, пытаясь всех перекричать, и кандидаты, обвиняя лидеров гонки. Мы доверяем Хиллари Клинтон как главнокомандующему, но мысль о том, что Дональд Трамп станет таким командующим, пугает нас до смерти. Да она была создателем внешней политики Обамы, и что Ближний Восток вышел из-под контроля. И новая агрессия России, будь то раньше в Украине или сейчас, так она же ее своими руками и приблизила. Россию и Украину упоминали много и обсуждали очень активно. В отличие от недавней дискуссии Хиллари и Трампа, когда никто из этих политиков нашу страну вообще не упомянул. И было ощущение, что вот сейчас кандидаты в вице-президенты просто пытаются заполнить этот пробел. Кейн вспомнил, что при демократах Штаты поддержали постмайдановскую Украину и поддерживают далее. Не только политически, но и с помощью санкций против Москвы. Мы ввели жесткие экономические санкции против России, которые должны быть продолжены. А Дональд Трамп даже не знал, что Россия захватила Крым. Это нонсенс. Да, он был недавно на телешоу и сказал, я вам гарантирую, Россия не вторгнется в Украину. Может ему напомнить, уже вторглась в Крым два года назад. Республиканец возразил, мол, Трамп вообще-то говорил о том, что этого вновь не произойдет. Мол, при нем Америка будет разговаривать с позицией силы. К примеру, разместят американские ракеты в систему ПРО в Чехии и Польше. Сила. Все просто и ясно. Что интересно, по поводу России высказался и сам Дональд Трамп. Ну, конечно же, не на дебатах, а перед избирателями на своем предвыборном митинге в Аризоне. Заявил, в России нет никакого уважения к действующей администрации США. Ни к Обаме, ни к Хиллари. Сказал, мол, именно Россия нарушила сейчас соглашение по Сирии и обстрелы и бомбежки там должны прекратиться. Между срок читалось, это заявление специально приурочили к дебатам, чтобы ни у кого не было повода обвинить республиканцев в симпатиях к Москве. В итоге, по опросам, которые проводили СМИ, в этих дебатах победил вице-президент Трампа. Даже СНН признала у него 47% голосов зрителей против 42% у его соперника. Но в эти выходные состоится еще одна дуэль. Снова сойдутся Хиллари и Трамп. И только в прямом эфире станет ясно, сделали ли они выводы после двух дебатов из своих, прошлых и сегодняшних вице-президентских. И сможет ли кто-нибудь из них захватить лидерство. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Как звезды Голливуда зазывают американцев на выборы и чем пахнет новый Макбук? Об этом и не только в нашем обзоре. Голосуй за свое будущее. Ролик с таким названием представили голливудские звезды. В клипе снялись Лео Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Джулия Робертс, Ева Лангория, Моби и еще дюжина американских знаменитостей. Видео посвятили, конечно же, президентским выбором. Имен кандидатов не упоминали. Призывали американцев голосовать, даже если оба политика не устраивают. Уникальный Порше, который 40 лет простоял в гараже в ноябре, выставят на аукционе в США. Ценители ретро-авто отыскали машину в Чикаго. Всего изготовлено чуть больше тысячи экземпляров модели A1600 Speedster. Этот Порше сошел с конвейера в Германии еще в 1957 году. Машину купил американец Джон Каспер и за все время накатал в ней 50 тысяч километров. Стартовая цена лота 200-250 тысяч долларов. Смартфоны собственного производства впервые представила компания Google. Pixel и Pixel XL обладают четырехъядерными процессорами, дисплеями с разрешением Full HD и камерами на 8 или 12 мегапикселей. Все это работает на платформе Android. Пользователи уже отметили, уже очень Google смартфоны похожи на iPhone. Стоит Pixel немного дешевле. Стартовая цена от 649 долларов. Если не хватает на новый компьютер Apple Mac, можно купить хотя бы его запах. Американская компания продает ароматические свечи с запахом новеньких маков. Стоит такое удовольствие из соевого воска 24 доллара. На всемирном бренде, видимо, неплохо зарабатывают. Первую партию свечей разобрали всего за два часа. В штате Вермонт будут судить двух школьных учительниц за вандализм. Эбигейл Ховард и Дженнифер Рист нарисовали мелом на свежеуложенном бетоне крысу. Хотели, чтобы рисунок привлек внимание школьников во время прогулки. Власти расценили это как умышленную порчу городской мостовой. Бетон пришлось заменить. Скорее всего, педагоги заплатят по тысяче долларов штрафа. Океан Эльзы в Краматорске. В эти минуты в городе проходит бесплатный концерт самой популярной в Украине группы. И там же присутствует мой коллега Геннадий Вивденко. Ему повезло. Гена, здравствуй. Еще раз расскажи, как встретили океан и какие меры безопасности обеспечили наши правоохранители. Наталья, сегодня в Краматорске настоящий праздник. Бесплатный концерт группы Океан Эльзы на стадионе Авангард. Именно здесь в Краматорске этим концертом Океан завершит вторую украинскую часть мирового тура. Сегодня людей значительно больше, чем может вместить стадион. Много украинских флагов, много военных жителей фронтовых городов. Есть люди из оккупированных территорий. Я прошу послушать, что говорят. Наша штука украинская. Приятно то, что здесь украинские флаги. Это уже праздник. Я думаю, для всех. И наша украинская музыка. Я очень рада, что я сюда попала и чаще бы таких мероприятий здесь. Это очень круто, когда много людей и город оживает. В полиции Краматорска просили отнестись с пониманием к повышенным мерам безопасности. Концерт происходит почти на линии фронта. Тут всего час на машине до передовой. Днем стадион проверяли взрывотехники. Как сообщается, рядом сейчас работают семь сотен силовиков. На блокпостах на выезде из города увеличено количество сотрудников. Меры предосторожности очень серьезные. Запрещено на стадион проносить все, что может представить опасность. Три ряда охраны. Музыкант из Океана Эльзы исполнит песни из нового альбома «Без границ». Также старые хиты. А после Краматорска отправятся с концертами по странам Европы, Азии и даже в Австралию. Наталья, а здесь весело. Спасибо, Гена Геннадий Вивденко о бесплатном концерте Океана Эльзы в Краматорске, которым группа завершает свой второй всеукраинский тур. Подробности ее. Это наш сайт, где информация обновляется постоянно. Хороших вам новостей. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин